здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала я рада вас приветствовать в этом видео я покажу вам мастер-класс на стильные носки и слитки шнуровка и так давайте приступим эти следы я буду вязать из обычной карачаевской пряжи стопроцентный акрил который продается замоточек за 20 рублей такой темно-болотный цвет и оранжевый цвет основным будет вот этот темно-болотный цвет спицы у меня два с половиной беру основной цвет и набираю 60 петель я набрала 60 петель на спицы и одну спицу вынимаю далее 16 рядов нам нужно провязать узором резинка 2 петли изнаночные 2 петли лицевые первую кромочную я снимаю далее вяжу 2 петли лицевые 2 петли изнаночные 2 петли лицевые 2 петли изнаночные и последнюю кромочную мы тоже провязываем изнаночной и таким образом нам нужно провязать 16 рядов провязываем я провязала 16 рядов узором резинка 2 петли лицевые 2 петли изнаночные вот так у меня получилось далее мы вводим дополнительный цвет у меня он оранжевый присоединяя нить и дальше 30 рядов нужно провязать платочной вязкой то есть все петли в каждом ряду будут у нас лицевые первую петельку кромочную тоже при провязываю чтобы закрепить нить далее двойной нитью провяжу 2 петелечки чтобы ниточку хорошо заправить вот так и дальше 30 рядов мы провязываем лицевыми петлями то есть платочной вязкой платочной вязкой провязываем еще 30 рядов 2 ряда провязываем оранжевым цветом 2 ряда зеленым то есть каждые два ряда мы будем чередовать цвет и у нас получится 15 полосочек 30 рядов по 2 ряда разным цветом должно получиться 15 полос все петельки лицевые последний кромочную конечно провязываете изнаночной петлей чтобы у нас формировалась красивая ровная кромка провязываем 30 рядов лицевыми петлями платочной вязкой чередуя цвета каждые два ряда мы будем чередовать цвет я провязала 30 рядов чередуя цвета у меня получилось 15 полосочек теперь нам нужно это как бы будет наша подошва теперь нам нужно такую же резиночку связать и с этой стороны то есть далее основным цветом вяжем 16 рядов 16 рядов узором резинка 1 кромочная дальше 2 лицевые и 2 петли изнаночные основным цветом провязываем 16 рядов 2 петли лицевые 2 петли изнаночные то есть мы должны отзеркалить нашу сторону провязываем я связала 16 рядов узором резинка и вот такое полотно у меня получилось теперь нам нужно петли все запустить петли запускайте удобным для вас способом я вяжу таким способом две петли вместе потом петельку одеваем опять на левую спицу опять две петли вместе вытягиваю петельку одевая на левую спицу и так нужно запустить все петельки я связала полотно можно сказать что наши следочки готовы нам осталось вязать сделать основание для шнуровки и сшить носочек я беру крючок номер два и наш оранжевый цвет сейчас трех сторон то есть вот с этой с этой и с этой стороны мы обвяжем а здесь я ниточку пока не обрезала чтобы потом сшить а начинаем переворачиваю следочек начинаем здесь сначала вводим крючок и присоединяем оранжевую нить я ввела крючок начало вязания вывожу ниточку двойной нитью набираю одну воздушную петлю и потом одинарно еще две то есть три воздушные петли нам нужно набрать в эту же петлю куда мы ввели крючок вяжем 2 столбика с накидом то здесь как бы три столбика с накидом поделись петли подъема воздушные они тоже считаются как столбик с накидом провязали 3 столбика с накидом делаем 3 воздушные петли далее вот сюда по серединочке между двумя лицевыми петлями нужно провязать также 3 столбика с накидом в одну петлю 1 2 и 3 это мы закладываем основание для нашей шнуровки 3 опять 3 воздушные петли между лицевыми петлями вот сюда в серединку вводим крючок и провязываем также 3 столбика с накидом 3 вот так давайте провяжем до конца этой стороны 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 3 столбика с накидом изнаночные петельки пропускаем между лицевыми вводим крючок и провязываем три столбика с накидом я обвязала одну сторону крючком вот так у меня получается теперь провязала в последние петельки 3 столбика с накидом также делаю 3 воздушные петли и поворачивая вязание на другую сторону здесь мы будем вязать через три петли то есть 1 2 и в третью петельку также вяжем 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли через три через три петли провязываем до конца ряда поворачиваем вязание и здесь также в лицевые между двумя лицевыми петлями вводим крючок и провязываем до конца третьей стороны обвязываем так нашли дочек я обвязала три края теперь ниточки обрезаю оранжевая нить нам уже здесь не понадобится также вытягиваю основную нить подлиннее чтобы ей шить край вот так но ниточки потом все кончики которые торчат нужно будет заправить сейчас складываем лицом к лицу и этот край нужно сшить вдеваем ниточку в иголочку иголочка у меня с широким ушком и с тупым концом иголка для сшивания вязаных изделий и этой иголочкой я буду сейчас сшивать наш следочек складываем ровненько его и и начинаем сшивать в каждую петелечку стежками обычными стежками оранжевую ниточку убираем так в каждую петелечку сшиваем наши следки за заднюю стенку в конце чтобы сильно уголочку нас не образовывался острым можно вот так вот ставить ручку палец да и присобрать так присобрать все вместе петелечки и стянуть и тогда у вас не будет такого прям острого уголка то есть две-три петли в конце стежка так вот собираете в один и теперь продеваю так ниточку насквозь петелечек чтобы ее заправить так тогда у вас не будет такой вот острый уголочек а получится закругленный продеваем все это ниточку можно обрезать и заправляем все остальные кончики следочек наш готов осталось его зашнуровать я изготовила шнуровку набрав просто воздушные петли длина моего шнурка метр десять я думаю этого будет достаточно вы там смотрите как вам будет удобно я набрала просто воздушные петли потому что не стала делать прям шнур потому что получается толстовато и так давайте шнуровать существует разные способы я буду самым обычным крест-накрест как шнуровали кеды вот здесь у меня получилось что два вот два таких верка до в центре я после перед ними за ними веду шнурок и начиная шнуровать крест-накрест полностью нам нужно зашнуровать шнурок в каждую дырочку шнуруем и стягиваем и и и вот так я зашнуровала свой следочек осталось все подтянуть и шнурочку выровнять и первый следочек готов приступаем к вязанию второго следка потом покажу как это смотрится на ноге вот так выглядит готовый следок носок можно сказать да потому что он будет немного повыше вяжу 2 вот они два прекрасных следочка носочка шнуровки готовы сейчас покажу как смотрится на ноге смотрите какие они оригинальные очень удобно одеваются вы можете по ноге регулировать толщину да то есть полноту ноги легко одевается легко вяжется красивые оригинальные яркие учитесь дерзайте вас обязательно все получится если вам нравится видео ставьте лайки оставлять свои комментарии и конечно же подписывайтесь на мой канал до новых встреч